Всем привет! Сегодня я хотел рассказать вам, почему мы забиваем скот и что мы делаем, как мы перерабатываем их в продукт, который для нас рентабельный, даже прибыльный. Во-первых, как вы все знаете, у нас более-менее молочная производство. Основное наше направление, почему мы держим коз, это для того, чтобы получить молока, перерабатывать в сыр и другие молочные продукты. Но, как вы также все должны понимать, мясо или избыточное мясо, это побочный продукт от любого молочного производства. То есть, там козы спариваются, у них весной есть большой окон, там рождается молодняк, благодаря этому у нас есть молоко, но этот молодняк вырастает, становится большой такой вот, такая вот орава саранча, который съедает все на своем пути. И поэтому в этом году у нас осенью мы вошли со 147 коз. Хотя для наших молочных нужд нам нужно всего лишь 60 дойных козычек. Поэтому нам нужно было зарезать хотя бы минимум 80 голов этой осенью, чем мы уже второй месяц, по идее, занимаемся. Почему бы не продать просто козычек? Почему у нас так жестоко? Почему бы не продать наших беспородистых коз? Почему вы держите беспородистых коз? Расскажу как-нибудь в другой раз. А наших беспородистых коз мы можем продать всего лишь за 5-7 тысяч рублей здесь на местном рынке. Если за осень мы продадим там 10 козочек, это было бы очень хорошо. То есть просто нету рынка, да? Также если зарезать коз и просто продавать сырым мясом или тушами, полутушами, тоже особо рынка нету. Многие имеют такое предвзятое отношение к козам. Поэтому мы нашли для себя выход. Это переработка козьего мяса именно в козье тушенка. Она просто потрясающая, очень хорошая. И для нас это выгодно, рентабельно и даже прибыльно. Для начала, раз в неделю мы отбираем 6 коз, которые им суждено стать тушенкой. Оставляем самых крупных, молодых, хороших особ для молочного производства. Всех остальных мы отправляем в тушенку. Режем 6 штук, 4 идут на тушенку, а полтора идут на раздачу здесь по ферме. Это моя семья и те семьи, которые работают и живут вместе с нами. И по тушу идут приблизительно в морозилку, на переработку в дальнейшие. Здесь у нас представлен молодой козлик. Ему было около года. То есть он совсем молодой был. Здесь приблизительно 16-17, может быть даже 18, скорее 17 килограммов туша. То есть мы сейчас его разделаем на кусочки. И потом порежем полностью, уберем все мясо с косты и заряжем ее в автоклав. После чего у нас получается вот такой вот продукт. Такая вот козья тушенка в таких вот стеклянных банках. Одна коза это приблизительно 18-21 банок тушенки. То есть приблизительно 18-21 банок тушенки это одна коза. Кто-то мне писал и говорил, Джастас, ну у вас стеклянная тара, это конечно все эко-шмека, все очень хорошо. Но по почте России он до нас не доедет, потому что там все разобьется. Но мы упаковываем тушенку в таких вот упаковках. Это пубрышка такая или подстилка под линолеум. Тоже очень хорошо работает. И никакой почты России нам не страшна. Можно их спокойно бить. И они доедут до вас без всяких проблем. То есть я еще не знаю, что у нас были какие-то инциденты, чтобы тушенка наша до кого-то не доехала. Переработка тушенка, мяса в тушенку, именно затраты. Там на пропан, там на банку, туда-сюда. 50 рублей. То есть приблизительно 50 рублей на каждую банку. Это у нас стоимость производства. 21 банки тушенки, это приблизительно одна коза. То есть у нас 1050 рублей, это производство. Здесь мы продаем сейчас тушенку по 400 рублей за банку. Я считаю цена демократичная, как бы хорошая цена для покупателей. И для нас тоже это очень хорошо. Потому что как вы можете умножить, 21 умножить на 400, это получается 8400 рублей у нас получается коза. То есть мы получаем стабильный рынок, стабильный рынок, что мы знаем 100%, что каждая коза у нас может уйти за 8000. Здесь если их продать в живем, 5-7 тысяч, но вопрос есть, если вообще они могут продаться. Так через тушенку переводя, это не сильно выгодно, не намного дороже, чем если их живем продавать. Зато 100% я могу их переводить в тушенку и потихоньку всю зиму их продавать. Потому что тушенка хранится минимум 3 года. Поэтому для меня как фермера перевод в тушенку, это не сказать, что прямо намного выгоднее, но это дает мне стабильность ухода моего продукта и превращение его в налички. Поэтому это очень хорошо для потребителя. Он получает такой потрясающий хороший продукт, хорошая тушенка, вкусная. Прямо просто разогрел, добавил там, я не знаю, в макароны, в гречку, просто отлично. Это для потребителя хорошо и для нас тоже очень хорошо. Поэтому в принципе в этом году мы переведем вот этих 80 коз в тушенку. Сами можете посчитать, поблизительно, сколько это выходит по деньгам для нас. Поэтому это не сказать, что огромная часть нашего доходности, но это помогает нам стать и быть и оставаться рентабельными. Поэтому, ну вот это вкратце о забое, о переработке тушенка. Каким-нибудь в другой раз я вам покажу, как это все выглядит, само производство. Три автоклава, там все режется, пилится, все закидывается, все классно, интересно. Но на сегодня, приблизительно так мы занимаемся и ликвидируем побочные животные от молочного производства. Надеюсь, что для кого-то это было интересно, познавательно. Пожалуйста, переходите на ссылку, которая вот внизу этого видео, на наш магазин, заказывайте тушенка. Я думаю, что вам очень сильно понравится. Ааа, козье мясо, оно воняет! Я слышал это всю жизнь по поводу козьего молока. Нет, она не воняет. Козье молоко, козье молочная продукция воняет только тогда, когда неправильная дойка, неправильная переработка. Точно так же с мясом. Когда неправильный забой, неправильная переработка, тогда она имеет возможность вонять. Я вам хочу, ну, сделать вам вызов, да. Возьмите тушенку и просто вслепое попробуйте вот это, попробуйте там какую-нибудь овечьую тушенку, да. И вы не отличите разницу, да. Даже в каком-то смысле козье тушенка более привычно для городского, как сказать, вкусовых ощущений. Ближе к говядине, на самом деле, чем даже к баранину. Поэтому козье тушенку очень-очень хорошо. Поэтому надеюсь, что кому-то было интересно, познавательно, может быть, даже немножко увлекательно. Ставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на наше видео, поделитесь с кем-нибудь. И пусть вас Господь благословит на этой его прекрасной Господней земле.